18 высокопоставленных офицеров вермахта 31 декабря 1943 года прибыли из Берлина в Крым, чтобы поздравить доблестных солдат Великой Германии с Новым Годом. Находясь в глубоком тылу и под прикрытием шести мессершмиттов, внезапно их самолет был атакован двумя дерзкими советскими истребителями. Все произошло мгновенно и подбитый транспортник рухнул в лесу. Теперь на Новый Год вместо подарков должны были полететь головы и погоны. Этот подарок для немцев сделал советский пилот АС Камозин Павел Михайлович, дважды Герой Советского Союза. Фронтовая судьба этого летчика была яркой и неповторимой, как судьба любого великого воина. Несмотря на то, что Павел Камозин входил в число наиболее результативных советских АСов, его известность в СССР была небольшой. Павел Михайлович Камозин родился 16 июля 1917 года в городе Бежица, возле Брянска, в семье рабочего. В 1931 году он окончил шесть классов и поступил в школу фабрично-заводского ученичества, после которой работал слесарем на заводе «Красный профинтерн». В 1934 году без отрыва от производства он начал учиться в Бежицком аэроклубе, а в 1938 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов, после окончания которой работал летчиком-инструктором. Война застала будущего героя в частях Киевского особого военного округа. Младший лейтенант Павел Камозин уже 23 июня на И-16 совершил свой первый боевой вылет на штурмовку наземных целей. Во время этого вылета он был ранен в ногу и его отправили в госпиталь, после которого он служил летчиком-инструктором 253-го запасного авиационного полка. За это время он в совершенстве овладел техникой пилотирования самолета ЛАГ-3, одномоторного истребителя нового поколения, а также обучил и выпустил 40 летчиков. На фронт его вернули только через год и назначили командиром звена 246-го истребительного авиационного полка. Во время Туапсинской операции 7 октября 1942 года во второй половине дня пятерка ЛАГ-3 под командованием Камозина Павла Михайловича вылетела на прикрытие войск 18-й армии. В 14 часов 25 минут в 10 километрах восточные села Шаумян была замечена группа юнкерсов, прикрываемая шестеркой мессершмитта. Камозин приказал ведомым сомкнуть строй, и ЛАГи устремились навстречу вражеским самолетам. Поймав ведущего первой пары в прицел, Камозин 100 метров ударил из пушки и пулемета по самолету противника. Мессершмитт 109-й опрокинулся и заштопорил к земле. Сразу же за ним отправился еще один истребитель, который был сбит ведомым Камозина. Павел Михайлович, не теряя времени, ринулся в атаку на следующую пару мессершмиттов и меткой очередью сбил еще один самолет. В это время в бой вступили два советских яка 518-го истребительного авиационного полка, которые сбили два юнкерса, но и сами, получив повреждения, ушли со снижением. Воздушный бой постепенно превратился в собачью свалку, где каждый летчик действовал самостоятельно, а боевой порядок рассыпался. К немцам на выручку пришло еще около десятка мессершмиттов, и нашим летчикам, которые и так были в меньшинстве, пришлось совсем туго. С резким снижением увел в сторону моря свою подбитую машину младший лейтенант Дагаев, выбросился на парашюте из кабины горящего лага старший сержант Позняков, но и немецкие самолеты горели и падали один за другим. Эта воздушная битва продолжалась около 10 минут, и немцы не выдержав, ретировались и вышли из боя, потеряв 8 машин, 3 из которых сбил Камозин. Наши потери составили два лага и два яка, но все летчики выжили. Эта победа вселила в Павла Камозина уверенность в своих силах, а его подчиненные увидели в нем человека, на которого можно положиться в трудную минуту. За первый месяц боев он сбил 4 неприятельских самолета, среди которых была такая грозная машина, как Дорнье 217, вооруженная четырьмя пушками и шестью пулеметами. Командирский авторитет Павла Михайловича в 5-й армии возрос, и 18 декабря 1942 года его назначили заместителем командира эскадрильи 269-го истребительного авиационного полка. 10 января Камозин около Краснодара обнаружил немецкий аэродром, на котором находились до 50 самолетов противника. По этим данным, в небо были подняты штурмовики, которые в несколько заходов смогли уничтожить 20 этих машин. 22 февраля Павел Михайлович, будучи ведущим группы шести лагов, сопровождая пять Илюшиных, сбил два мессершмита, которые пытались помешать нашим штурмовикам. Уже 13 марта, возвращаясь с разведки, его группой были атакованы 13 юнкерсов. Бомбардировщики были вынуждены сбросить смертоносные груз на свои же войска. Юнкерсы стали уходить обратно, но Камозин уничтожил один из них, а два повредил. Еще два юнкерса уничтожили пилоты его группы. За несколько месяцев боев Камозин не потерял ни одного своего ведомого. Летчики уважали Павла Михайловича. Не было в полку человека, который бы не восхищался его боевым мастерством. Пилоты с огромным желанием шли за ним в бой, в надежде на успех в выполнении боевой задачи. В битве он часто использовал тактику боевых пар, когда ведущие ведомые являлись неделимым боевым элементом. Во время боя его группа не действовала кучей, и наоборот, пилоты не сражались по одному, а всегда действовали пары, что позволяло решать все тактические задачи. Камозин, конечно же, не был изобретателем этой тактики, но именно анализируя его бои и видя всю их эффективность, особенно в условиях численного превосходства авиации противника. Начальство постепенно внедрило тактику боевых пар по всей пятой армии. В бою Павел Камозин, по свидетельству его однополчан, всегда был примером смелости и мастерства. Своими действиями он увлекал на подвиги товарищей. Как-то по-особому дерзко и напористо вел Камозин воздушные бои и всегда одерживал победы. Но в жизни это был совсем другой человек. В его внешности не было ничего героического. Он был маленького роста, очень скромный и сильно застенчивый. Бывало, даже в столовой придет и сядет в уголок и никогда не осмелится позвать официантку. Всегда сидел и ждал, пока она его заметит. 18 марта 1943 года Камозина за 82 боевых вылета и 12 сбитых самолета противника представили к высшей правительственной награде Герои Советского Союза. В последний день декабря 1943 года Камозин со своим ведомым младшим лейтенантом Алексеем Владыкиным вылетели с Тамани на задание по разведке войск противника на Керченском полуострове. В это время Павел Михайлович был уже командиром эскадрильи 66-го истребительного авиационного полка и летал на Аэрокобре. Около населенного пункта Марфовка пилоты заметили транспортный самолет под прикрытием шести мессершмиттов. Прикрывающие ценный груз истребители находились значительно выше своего подопечных. Им необходимо было иметь запас высоты. Этим и воспользовались советские пилоты. Они на бреющем полете подобрались под брюхо транспортного самолета. Камозин энергично сделал горку и изо всех своих огневых точек ударил по фашисту. Транспортник накоренился, загорелся и камнем рухнул на землю. Мессершмитты, прозевавшие своего подопечного, накинулись на самолет Камозина. Завязался скоротечный бой, где советские пилоты произвели две атаки на виражах, но имея другую задачу, вышли из боя и, прячась в складках местности, оторвались от преследования и вернулись к себе на аэродром. Этот самолет Павлу Михайловичу сначала не засчитали. Руководство сочло недостаточным свидетельство ведомого Камозина, а других свидетелей этого боя не было. Только спустя три с половиной месяца, уже после освобождения Крыма, выяснилось, что немецкий пассажирский самолет был действительно сбит недалеко от Марфовки. Местные жители сообщили, что тогда погибли какие-то большие начальники. Потом хоронили погибших и целую неделю все немцы ходили с черными повязками на рукаве. В июле 1944 года Камозину было присвоено второе звание Героя Советского Союза. Неоднократно за годы войны Павел Камозин был на грани смерти. В первом боевом вылете на новый для себя аэрокобре он, сбив немецкую раму, сам попал под яростный огонь зенитной артиллерии. Его самолет был серьезно поврежден, но Камозин смог приземлиться на нейтральную полосу прямо у своих окопов боевого охранения. 5 декабря 1943 года в тяжелом бою над Керчью, сбив Юнкерс, Камозин увидел, как мессершмитты атаковали его ведомого. Отбивая эту атаку, он сбил еще один истребитель, но и в его аэрокобру попали немецкие снаряды. Уже на горящем самолете Павел Михайлович умудрился сбить еще один мессершмитт. В этот момент у аэрокобры отказал двигатель, и Камозин, сбросив дверцу для возможного прыжка с парашютом, продолжал тянуть самолет на свою территорию и в конце концов приводнился у берега косы Тузла. В последнем боевом вылете 20 января 1945 года из-за обрыва шатуна мотор аэрокобры заглох и машина упала на землю, скапотировав и развалившись на части. Каким-то невероятным чудом пилот остался жив и смог выбраться из обломков кабины. От травм, полученных в последней аварии, Камозин до конца войны уже не оправился. День победы он встретил в звании гвардии капитана в госпитале. Всего за время Великой Отечественной войны Павел Михайлович Камозин выполнил 186 вылетов, провел 90 воздушных боев и лично сбил 35 самолетов противника, и еще 13 в составе группы. После войны герой вернулся обратно на родину и работал в гражданской авиации. Скончался 24 ноября 1983 года в городе Брянске. К Камозину Павлу Михайловичу на его родине был установлен бронзовый бюст. Также его имя присвоено Брянскому авиационно-спортивному клубу Досааф, членом которого Павел Михайлович являлся с 1934 года. Имя героя носит одна из улиц города Брянска, а в городской средней школе номер 11 открыт музей героя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова